футбол именно в этой стране ну и соответственно неудивительно, что играет за сборную Венгрии нашумел он со своей командой на чемпионате мира в возрастной категории до 20 лет в прошлом сезоне в прошлом году, Венгрия дошла до полуфинала и не случись в общем-то там дискалификации Владимира Комана на полуфинальный матч глядишь и в финале бы играл и Джорини можно играть здесь судья и будто Мелита поднимает большой палец за то, что его обнаружили обнаружил Болотели тут Мелита высказался по поводу Болотели сказал, что когда он играл за Дженуа ему хотелось порой убить Марио Болотели за его поведение на поле теперь они в одной команде и все равно иногда хочется взять и ударить этого Супер Марио есть за что, согласитесь Болотели насколько талантлив насколько и пока непредсказуем в поведении молчать и учиться, как Шарикову, к примеру а он вот молчать и слушать он в основном говорит говорит иногда чаще всего не подел впрочем, этот футбол пока отношения никакого не имеет мы оцениваем Болотели 9 минута 0-0 я не буду вам, в общем-то утомлять вот этими цифрами сколько там прошло вы все видите в левых ваших экранах телевизоров Альварес не получит пляж, но тут опять Кордоба очень хорошо расстановка видна у Бари классическая 4-4-2 мы видим с ярко выраженными краями по линии полузащиты у Интера ну и традиционная смесь 4-2-3-1 так скорее Снейдер в центре а Пантерс Болотели опытнейший Массимо Донати вернувшийся в Италию нам его спину показали конечно совершенно не тот пока Донати который уезжал из Италии в ранге впрочем подождите давайте досмотрим момент Донати уже а так вторым темпом у Бари продолжается ведь столько же у Бари 17 и столько же у Ферентина вот три команды которые наименьшися уголов пропустили в нынешнем сезоне ну а здесь дома Бари крайне-крайне редко повторяю пропускает голы сцепляется в соперника и ладно просто оборонялась команда нет она постоянно колет и вот даже эти минуты 15 уже сыграно в матч показывает что никакой боязни соперника нет в первом туре после перерыва зимнего Банучи чудо пас выдал голевой в матч с Удинеза это было на Боретто метров на 50 повадки у него в общем-то такие серьезные видят поле хорошо но это рискованно едва Снейдер мяч не перехватил Банучи вот он не рискует как раз назад вратарю и правильно очень спокойно действует так же как и жилет Белимонте Белимонте мало появляется в составе Белимонте ну вы понимаете мне что-то перетряхит после травмы Ронокии оборону поэтому Мазьела пошел в центр а Белимонте вот как раз на фланге там где играл Мазьела Белимонте кросик делает справа фланга Альварес мяч подхватывает и контролирует Банучи по-профессорски себя уже ведет практически Леонардо Банучи в 21 год опять проблемное вот это место пытается Альварес оценить там где Кордоба и Кордоба смотрите ну не психует пока конечно же но причем правда тоже рисковал Альварес рядышком Балателли находился но он обхитрил же Гондурасец Супер Марио Балателли Мазьело Коман глубоковато Коман играет мы это видим Донати Альварес Абарис Широк Донати налево туда правильно и будет угловой если выйдет этот скромный клуб в Лигу Европы к примеру ну Вентура может сказать что треская жизнь уже удалась конечно конечно от набора игроков многое зависит может быть не с такой звучной опять таки для широкого круга а не для узкого потому что узкий круг ясно понимает что состав у Барри точно для места в десятке а то и в восьмерке итальянской серии набор получился удачно многое совпало и аренды и там сложные вот эти трансферные операции летом до травм вот Коман только-только поправился может быть с этим связаны его не всегда правильные решения которые он принимает отлично таланты ведь еще надо раскрыть одно дело когда ты светишься на уровне своих сверстников и справедливо тебя оценивают это хорошо другое дело все-таки в футболе среди мужиков там можно себя почувствовать себя показать донатей и свободное пространство и его чуть ли не вагон хорошая передача альварес удар в ближний буквально затерроризировал вот этот вот левый фланг обороны интер в матче предыдущего предыдущего альварес 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 не обозначает альварес третий теперь теперь на право фланги мяч бельмонте это преимущество оно может расхладить но преимущество пока еще не очень-то существенное еще играть и играть с командой мы вроде как об интриге за чемпионство в последнее время на Питалии не рассуждаем но почему бы не пофантазировать интер-то явно не в порядке и вооруженным глазом это видно в особенности упадут другой коллектив так уж не пойти опять-таки на российскую землю выворачиваю например попу ладно возвращаемся мы в баре команда местная атакует удар поворотом варите закрывать сейчас баре мне кажется не стоит совсем так оголдело на все пуговицы застегиваться зачем альварес донорте меджурини паризи забегание там было коммана в центре это конечно насытит и утяжелит защиту интера если что врежет не задумывается по ногам альварес меджурини тягучий нападающий но очень такой хорошо чувствуешься в коллективной игре рикардо меджурини баре двусти вперед кто там теперь справа вместо альвареса у нас основался гадзе комота паризи забегает комота лезет сам на майкона смело оглушительно смело я бы сказал следует подача гадщик остается у хозяев рукой собрал отмече локут тяшк луна гадщик